Добрый вечер, дорогие друзья! Вопрос, кто главный в семье, подавляющего большинства православных, христиан, вопросом не вызывает сомнений. Конечно же, муж никаких сомнений нет. Ну и мы находим этому свидетельство и в Священном Писании очень конкретно, в словах апостола Павла и в жизни, и в практике мы ясно, что муж сильный, пол, жена слабый, менее активный, менее способный к производительному труду, может, больших, физическому, по крайней мере, труду. Я не говорю про госпожу Матфеенко, скажем, нет, а вот про обычных дружениц наших. Если кто помнит, советские времена, много изменилось с советских времен, с большевистских, и много изменилось к лучшему. Но вот одна особенность изменений к лучшему в нашей жизни часто ускользает у нас из внимания. Ну, кто постарше помнит, скажем, идут дорожные работы, кладут асфальт. Стоит пара мужиков, прораб, инженер, ну и водитель там какого-то транспортного средства. А женщины с носилками, с лопатами, с ломами кладут асфальт. Всё, эта гадость ушла в прошлое, больше её нет. Слава Богу, благодарим Господа. Уже за одно это можно хвалить и благодарить Богу, который дал русской земле избавление от этого тяжкого игора. Так вот, кто главный в семье. Исходя из этого факта, что главный мужчина, который может класть асфальт и долбать его ломом. Многие семьи испытывают разного рода недоумения, конфликта, иногда и горестные очень события. Женщина говорит, жена говорит, ну что же делать, я знаю, что муж должен быть главным в семье, а он не может быть главным. Я чувствую, что я могу быть главным в семье, но мне говорят, нельзя, муж должен быть главным в семье. Куда ты прёшься впереди мужа? Ты не можешь, ты своё место знаешь, там за печкой где-то такое, а муж уже будет у тебя главным. А он не действует как главным. Слава Богу, дети родятся, а на большую, ну и зарплату получают там какую-то, а на большую он не способен, не тянет. Что делать? И ответ очень простой. Ответ крайне простой. Муж главный в семье – это норма. Обычная норма, правильно. Но далеко не всегда норма реализуется. Во многих, очень многих случаях, в наше тревожное время, норма заменяется каким-то отклонениями. Если отклонение от нормы имеет место, крайне глупо было бы ломать через колено эти отклонения и добиваться насильственным путём восстановления нормы. Пример. Нормальная температура человеческого тела – 36,6 градусов по Цельсию. Все это хорошо знают. Заболел, вот я, например, заболею. Ставлю градусник. Соседа я, у меня не градусник, к сожалению, но у соседей священник, который рядом со мной, у него есть. Я ему попрошу, он мне даст градусник, я измеряю 39. Я говорю, батюшка, ты знаешь, у меня 39. Он сказал, безобразие, Макарий. Это не годится. Давай-ка сейчас раздевайся до трусиков, ишь, снег, ложись, остудишь до 36, и надо норму это восстановить. Ну, к счастью, этот священник со всех моим не сумасшедший. Но вот поведение людей, которое требует от мужа, который все у тех или иных условий, ну, не может быть главным в семье, требует, чтобы он был главным, вот столь же глупым, столь же безумным, как и потребовать от больного гриппом, чтобы он остудился, остался в снегу до 36,6. Поймите, дорогие мои, патология лечится разными средствами, различными для этого данными Богом и людьми, вовсе не исходя из какого-то одного единственного принципа, который надо, во что бы то ни стало восстановить. И женщине, которой Господь дал лидерские качества, способность быть лидером, главным, главой своей семьи, можно только сказать ей, дорогая, давай, раз уж так, значит, ты будешь главной семье. Ваше семейное, ваш семейный мир, ваше семейное счастье, ваше семейное благополучие, ты будешь держать в своих руках, помогая, компенсируя недостаток своего мужа, в чем тебе Господь не поможет. Спасибо, Господи. Спасибо, Господи.